архангельск исторический и культурный центр северной россии здесь находится дом молодежи который уже 13 лет притягивает к себе талантливых ребят со всей области чтобы вместе творить созидать изменять и воплощать мечты в реальность 2021 году он превратился в стартовую площадку для ключевых проектов области и стал точкой а в развитии многих молодых людей сейчас могу сказать что у нас 8 направлений по которым есть сильные комьюнити которые когда-то работали здесь в архангельске а сейчас работают на территории всего региона и даже уже соседних регионов как пример все направления связаны с экстремальным видом спорта все что связано с проектом выходи это проект который несколько лет назад получил лучший российский молодежный проект по мнению рашины вот иванс основная его суть ребята просто арендовали трак поставили на него контейнеры загрузили туда баскетбольные кольца мобильный скейт-парк мобильный скалодром 10 метровый вертушки диджейские пульты стойки и они приезжали в район на площадь все это раскладывали и создавался огромный фест на который стекались просто ручейками молодежь люди этого малого города для них это был праздник у нас было ноль скейт-парков сейчас у нас уже скейт-парки находятся в десяти районах здесь 2 молодежи у нас например уже крытый скейт-парк а я начал кататься уже наверно лет 15 назад тогда не было скейт-парков все это было лишь каким-то своим интересом своим хобби никто наверное сильно не думал о том чтобы как-то развивать мы росли мы занимались этим и как-то само собой по всему миру и внутри нас происходили перемены что отношение скейтболнингу и миксу роликом самокату стало более серьезное и на сегодня мы в принципе находимся в скейт-парке доме молодежи и это наверное такой показатель того как на данный момент развивается уличная культура в архангельске мы можем кататься круглый год прогресс не будет останавливаться и само сообщество будет только наполняться новыми ребятами новыми талантами поддержка архангельских граффитистов еще одно направление дома молодежи городе много граффити-шопов есть свои имена команды фестивали и даже советник по развитию городской среды архангельска бывший стрит-арт художник весь дом молодежи изрисован граффити изрисован какими-то рисунками какими-то интересными инсталляциями артами более того мы добились того что легальные стены начали появляться в городе в районах и ребята могут показывать свое мастерство свое искусство и растить его уже на территории всего региона архангельская область лидер в россии по развитию киберспорта неважно откуда ты из архангельской северодвинска или маленького села уникальность киберспортивного движения области в том что она представляет собой единое региональное пространство доступное каждому желающему наша организация была основана в 2016 году группа инициативных нас инициативных ребят и нашей задачей нашим стремлением идеи будут именно развивать компьютерный спорт на данный момент у нас в области 6 площадок в районах плюс площадка в архангельске на которой мы с вами находимся и площадка в городе северодвинске социальный эффект очень важный потому что зачастую ребята которые увлекаются компьютерными играми они легко уходят в игромания и как раз компьютерный спорт это один из самых наверное действенных инструментов вообще вытащить подростка из игромания очень важный проект который мы только запускаем сейчас эта школа айти когда мы ребят на ребята на всех площадках особенно я вижу это важно в районах смогут осваивать базовые навыки владения компьютером с точки зрения профориентации скорее больше чем там пользование просто вордом или интернетом как у бабушек и дедушек все проекте которые мы реализуем это бесплатные проекты для всех мы никогда ни с кого нигде не берем деньги и в этом плане мы тоже уникальны вообще не мы единственные в россии которая не зависит от компьютерных клубов дом молодежи это не только кузница творческих проектов и бизнес-инкубатор эта площадка которая собирает эко-активистов со всей области дает им возможности и ресурсы для развития собственных эко-инициатив и рассказывает молодежи о том почему важно беречь природу и русский север мой путь волонтерство начался дом молодежи уже там я начала узнавать о различных направлениях и выбрала себя экологическое шло время я встречала разных людей а когда ты занимаешься чем-то интересным ты будто притягиваешь к себе таких же людей и вы начинаете формировать свою команду самое главное что нам оказали в нужное время нужную поддержку это конечно и дом молодежи и ресурсный центр добровольчества нашего движения есть несколько направлений одно из самых главных это конечно эко-просвещение которое пронизывает все остальные направления это эко уроки это различные мастер-классы об эко-дружественном образе жизни еще одно наше направление это научные исследования в рамках которого мы изучаем влияние микропластика на окружающую среду следующее направление это технологии где мы создаем мастерские по переработке пластика одна из них находится в доме молодежи где мы проводим основную часть по эко-просвещению показывая детям и всем желающим как вообще могут происходить процессы переработки наглядно и также занимаемся внедрением этого кейса и в других регионах и конечно еще одно направление это экотуризм мы ходим в лес показываем людям русский север как правильно ходить в лес без пагубного влияния на окружающую среду дом молодежи акселератор творческих и креативных индустрий за столько лет он прошел большой путь от идеи до реализации постановки на коммерческие рельсы взрастил много успешных предпринимателей общественных деятелей спортсменов и творческих людей впереди больше масштабнее самобытнее есть три направления которых мы продолжим работать это основная наша задача реализации молодежной политики на территории области второе это возвращение былой славы этому зданию где будут классные проекты мероприятия и третье это мы его пока так называем секретный дом молодежи 0 в чем его суть вот есть дом молодежи есть квартал в котором находится данное здание есть основные объекты инфраструктуры такие прям серьезные которые формируют трафик мы подумали а почему мы не хотим чтобы люди хотели оставаться здесь и мы сейчас изучаем эту территорию с рядом федеральных структур и через какое-то время мы хотим создать такой формат арт квартала все это максимально даст возможность активироваться данному району привлечет сюда в том числе бизнес привлечет сюда туристов привлечет сюда новую молодежь и это не требует много денег что очень важно через какое-то время надеюсь через пять лет мы увидим насколько это реально и насколько это возможно я очень бы хотел чтобы все что мы делаем влияло на гор наверное не совсем красиво говорить да мы меняем город это покажет время но я знаю что многие вещи которые мы делаем так или иначе дают возможность молодежи говорить о своем мнении и здесь площадка которая вне цензуры то здесь проходит большое количество странных проектов по мнению некоторых людей многих людей но этой проекте нужны молодежи у каждого из них есть своя локальная аудитория и эта аудитория находится здесь поэтому наверное хотел бы сказать что мы меняем город но насколько это правда и насколько это точно каждый